Всем привет! Мы на стенде Huawei. Смотрим на телефон, который компания показала несколько дней назад. Huawei Ascent P2. Последователь очень популярной модели P1. Выглядит он так. Будет продаваться в двух цветах. Такой вот черный и дальше белый есть. Позже покажу. Задник у черной модели имеет матовое покрытие. Такой пластик. Давайте рассмотрим конструкцию. Спереди у нас фронтальная камера, разговорный динамик, есть светодиод, очки с черночьим расстоянием. Диагональ 4,7 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек. Панелька Incel Touch Display, стекло Gorilla Glass 2. Внизу три сенсорные клавиши. Здесь микрофончик на левом торце. Качелька громкости. Здесь индекс прототипа. Справа клавиши питания, разъем под карту памяти и клавиши камеры. Наверху 3,5 мм для наушников, microUSB и дополнительный микрофон. На обратную сторону еще раз посмотрим. Логотип Huawei, камера 13 мегапикселей, автофокус, мышка, записывают видео в максимальном разрешении Full HD и громкоговоритель. Он как бы сдвоенный такой. Ну, я так послушал, насколько здесь можно судить, вообще все громко, шумно. Динамик хороший. Сертификация, серийный номер, EMA. Это от воров и барыг, которые будут торговать прототипами. Крышку снять никак, но и незачем, наверное. Вот закрыл я слот. Давайте посмотрим на интерфейс. Он здесь новый, Emotion UI называется. И концепцию его как у iPhone и как у FlymeOS у Meizu. То есть меню приложений традиционного для Android телефона здесь нет. Все приложения располагаются на рабочих столах. Есть биджеты, можно создавать папки. Вот все представленные приложения, вот от Google, например, они вынесены на рабочий стол в определенную папку. Этот подход достаточно интересный, удобный. Нет необходимости заходить лишний раз в меню приложений. Все сразу рассортировано. Вот. Исторг уведомлений. Кто-то передавал уже файлы по Bluetooth, фотографии. Кстати, здесь камера валит. Представители я тоже сделаю несколько снимков и сравню их, наверное, у нас Xperia Z. У меня Xperia Z в кармане. Посмотрите, кто лучше щелкает. Переключалки различные. Это у нас настройки. Режим сохранения энергии какой-то. Надо все это разбираться. Конечно, по телефоне. Процессор четырехъядерный, фирменный, K3 V2, 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, внутренней памяти 16 ГБ. Компания также настаивает нам в том, что этот телефончик самый быстрый. Как по процессору, ну, тоже непонятно, так и по передаче данных. Он поддерживает LTE категории 4. Это мне, честно говоря, ничего не говорит. Но она, компания утверждает, что это круто и конкурентов нет. Придется либо поверить, либо потом проверить. Достали белый аппарат. У него уже другая тема. Видите, все такое веселое. Почти, что под хохлому все расписано. Но интересно. Меню блокировки, точнее экран блокировки, смотрится таким вот образом. Это что у нас? Если мы делаем так вот, то переходим к звонилке. Ага, а если мы сделаем так, то сообщение. Ну, все логично. Я пообещал скинуть фотографии, которые снял на Huawei P2 в сравнении с Xperia SZ. Но, к сожалению, прототипы здесь настолько мертвые, что придача по Bluetooth, ни по Wi-Fi, ни по NFC не работает. Даже на почту мне не удалось зайти, потому что, типа, сеть не работает. Я не знаю, что здесь. Либо ПО какое-то специально защищенное, либо что. Но скинуть, в общем, мне не удалось. Так что извиняйте. Фото будет в следующий раз. У белого аппарата крышка глянцевая, очень маркая. И черный вариант, наверное, будет практичнее с точки зрения того, что не придется часто протирать. И этот цвет позволяет предположить и понять, что здесь по периметру идет пластик. На черном не так понятно было, не так очевидно. Но это крашный пластик. Телефончик очень легкий. Вес у него всего 122 грамма. Что для его габаритов. Очень хороший показатель. Толщина 8,4 миллиметра. Дизайн у телефона симпатичный. В Европе, если мне память не изменяет, он будет продаваться за 400 евро. Это 16 тысяч рублей. Ну и немного у нас еще сверху накинут. Может быть, тысяч 17-18. А может, даже и 20 будет стоить. Но посмотрим, когда он поступит в продажу у нас. Спасибо за внимание.